Попробовать себя в современных космических проектах теперь может даже ребенок. В Красноярске открылся центр популяризации научно-технического творчества для молодежи и школьников в космической отрасли. Этот проект победил в конкурсе «Территория Русал» и получил финансирование от красноярских металлургов. Подробности в нашем следующем материале. Вот оно, будущее космонавтики. Пока у мамы на руках. Самому юному победителю конкурса рисунков про космос 4 года. Увидеть другие планеты в настоящий телескоп, узнать, что такое звезды, галактики и Вселенная. И даже попробовать свои силы в космической инженерии в Красноярске теперь может любой ребенок, начиная с детского сада. Это исследования космоса, это астрономия, это, возможно, космические угрозы. Вот Челябинский метеорит, да, он нас всех очень сильно напугал, но технологий же таких нету. Соответственно, вот мы можем этим направлением заниматься, но уже со старшими классами, со студентами. Центр научно-технического творчества в космической отрасли существует уже полгода. И за это время его сотрудники поняли, интерес к космосу у детей не терялся никогда. Именно для того, чтобы поддержать такое космическое творчество, на базе Музея Сибирского аэрокосмического университета при поддержке компании «Русал» и был создан этот центр. Проект победил в ежегодном конкурсе «Территория Русала» и получил финансовую поддержку крупнейшей металлургической компании в размере 1 миллиона 750 тысяч рублей. На эти средства центру подарили телескоп, мобильный планетарий, проектор, специальный рабочий стол с тач-панелью, ноутбуки и другое научное и образовательное оборудование. После торжественного открытия небольшая экскурсия. Вопросов о космосе множество. Теперь главная задача – сделать из интересующихся звездной романтикой будущие кадры для науки и космической промышленности. Конечно, мы смотрим на то, как развиваются дальше эти проекты, как они живут. То есть не просто так даем денег и забываем об этом. Мы смотрим за жизненным циклом этих проектов. Как правило, они вырастают в полезные и нужные вещи, которые можно потом применять и тиражировать на других территориях, в других школах, в других городах. Ну а талантливая молодежь, которая реализуется в рамках этих проектов, она, безусловно, найдет свое применение и на наших предприятиях тоже. Социальная программа «Территория Русала» работает с 2010 года и в нынешнем компания направила еще 5 миллионов рублей на создание другого образовательного центра естественных наук имени Ломоносова. Он будет создан на базе Красноярского педагогического университета. Сергей Доставалов, Дмитрий Кутько, Афонтова, Новости.